Эй! Давненько мы с вами не виделись и вот так вот не общались Как один на один, да? Что? Что вы? Вы видите на экранах, вы увидели? Это Greenlight Review Боииз! Давненько, да? Давненько Greenlight Review не выходил Я фактически его откачал Он был при смерти Прилежал в коме Сколько я себе помню Новенькие 1170 Фолловеров этого самого Ютуб-канала Вы, наверное, не знаете, что когда-то давным-давно На заре, так сказать Когда я еще думал, что Ютуб наполнен Розочками И пукающими единорогами Я выпускал вот такое вот шоу Greenlight Review И сейчас пришло время Немножко поковыряться В этом замшелом мешочке С конским навозом Чтобы отыскать что-нибудь Прекрасное В этом навозе тоже могут быть изумруды Но большую часть, конечно же Это конский навоз Не будем никого обманывать Итак, ребята Я делаю обзор Это мое личное мнение Понимаете? Понимаете? Это нисколько не объективно Можете там говорить Юнити-ху-юнити Всякие ваши Доводы Никаких доводов Бойс Чисто мое мнение О играх В Greenlight Review Итак, садимся на свой космический корабль И отправляемся В дресню-дреснячную Так О-о-э-э Подари же папе Немного Pablo Веселье Майк астронавт Вы помните Вы помните эти старые игры Где инопланетяне сверху на Атаре Спускались рядами А наш главный герой Прямоугольничек На Атаре тогда был только прямоугольничек Популивал вверх И убивал ряды спускающихся инопланетян Если нет, то Бля, вам повезло Что мы здесь видим У Майка и задницы вылетают ракеты И сбивают таких же Таких же НЛО Но слегка пожирневшие Преобразавшиеся в более такие Сочные пиксели Тем не менее, это все тот же Все тот же Блядский рак Который я видел в детстве Архаичный путь света О май гад, бойс Нас покупают на графон На классный трейлер вначале Всегда Они всегда тратят до хера бабок На вот это вот Чтобы вначале У вас скуконос поднес О, кстати, тут что-то интересное В смысле, необычное Такое слово Лучше не употреблять просто так Интересное Это Adventure Cuzzle Puzzle. Шмазл-базл-мазл. Чё я ору, потому что у меня громко в наушниках. Ребята не врут. Они хотят провести разные лучи света, поворачивая зеркальца и выдвигая другие камни из-под земельки. Конечно же, это поставлено всё очень крутым антуражем эпичности. Куда же без эпичности, понимаете? Если вы выпускаете трейлер без эпичности, то, я не знаю, нахера вы тратили время на то, чтобы сделать трейлер для своей игры. Трейлер. 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 Ну что же. Ребята молодцы. Правда, сделали что-то необычное. По крайней мере, где нужно лучик света направить через разные препятствия зеркала и прочий рак куда-то к выходу. Наверное, чтобы спастись. Ну, будем честны, ребят. Я буду честен сам с собой, потому что ведь нахер никому не надо, что я здесь записываю. Конечно же, если вы меня спросите, купил бы я эту игру в Steam. Да, конечно же, нет. Нахер мне нужен такое дерьмо. Но! Я проголосую за эту игру, потому что игра вроде как бы интересная. Ну как бы. Ну, интересно, да? Ну, типа, ребят, постарались. Правда, ребят, постарались. Трансмиссия, бойз. Акшен-адвенчер. Отличная атмосфера, начало. А вот я люблю такие трейлеры, когда... Почему? Потому что большинство людей просто одинокие засранцы. Им нужно поиграть в какого-то космонавта, который попал в хуй знает в какую дыру и ковыряется в каких-то непонятных пещерах. Но! Но! Он один против мира сражается. Почти как ты и как я в этом мире. О-о-о-о! Космонавт! Прикольная атмосфера. Атмосфера, чувствуете атмосферу? А атмосфера всегда начинается с того, что какой-то засранец бежит по непонятной местности. Ну, смотрите. Мне нравится. Мне нравится! Купил бы я нихерашеньки, но я бы поиграл в нее на стриме. 20 минут, бойз! 20 минут. What the fuck? Там есть и сражение. Но он все равно одинокий, хоть и одинокий, хоть и сражается, но он одинокий. Вот смысл трансмиссии. Надеюсь, она хотя бы хардкорная какая-нибудь будет. А он космонавт, который оставил свою девушку. Трансмиссия. Продана! Я люблю такое дерьмецо. Я люблю... Да. Далеко минувшие дни. И нас встречает надпись Дура. Ладно, похер. От создателя я был рожден. Смотрите, это все уже... Уже можно... Все, уже продано. Я купил. Какой-то одинокий человек под пушкой сражается против социума. Опять же, обыгрывается та же лабуда, типа, я один против всего мира. Господи! Я один! Еще и аниме. Еще аниме! Бойз! А, похоже, кстати, на очень to the moon вот в таком стиле. Пиксельная замухрушка, но с душой. Знаете, все эти пиксельные замухрушки, они, блядь, с душой. А, притом, я снайпер. Можно коцать других пиксельных замухрушек. А мне нравится, потому что они совместили, по-моему, несколько стилей. Прикольно, что, даже у них демо есть, ребята, я даже не знаю, что вы там любите, но раз вы на этом гребаном канале, то наверняка вы тоже любите пиксельные замухрышки. Так что и RPG, и они еще сунули туда Сокуру с сиськами. Я бы тогда вообще проголосовал всеми руками и писюнами. Я еще не знаю истории, но если ты пиксельная замухрышка, то ты проголосуешь за эту игру. Хотя бы, хотя бы просто за... Я такого не видел. И, и... Это было бы тем алмазом в куче конского говна, который можно было бы увидеть в стиме. Кошачье, кокошачье поместье. Прекрасный дом, началось все давным-давно. Все какое-то дерьмо. Но была черная кошечка, которая жила в черном домике. Конечно же, спухи-вуки, спухи-шм... Смотрите, они тоже так же давят на то, что темно, одиноко. Ты один застрял в пучине неизвестности. Покупай нашу игру, она тебе добавит неизвестности, потому что в ней тоже дохера всего неизвестного. А что ты хотел? Время такое? Черное кошечка в черном поместье. Короче, кошечка ходит с тесачком, с ключиками, решает свои ежедневные проблемы, которые могут возникнуть у любой кошечки, находясь в таком гребаном черном месте. О, слышали, он сказал «кэнсерс». То есть, какие-то вопросы у этой кошечки, она пытается их постоянно решить каждую ночь, исследуя все, что здесь продошло. О, а до тебя там кошечек-то уже порезали. Ип. Хозяечка тоже лыком шита. Короче, бля, я бы даже как бы нахер пошел побыстрее. Даже спрашивать меня не стоит. Векс. Акшен Адвершн Казу Пазул Аркадр. Пристегнитесь, похоже, да? Нас ждет трейлер. Вау! Кубик едет. Не, но куб завоевывает себе пространство. Вылази из портала, они пошли дальше, чем Майнкрафт. Они просто сделали куб. Ты играешь за куб. На бэд, бойс. На бэд. Ловушки. Хуюшки. Если ты начинающий девелопер игр, то тебе определенно нужно начать с паттла, адвенчура какого-нибудь. Возможности у куба тоже есть возможности. Блееет. Векс. Не вех. Векс. Что-то я стал... Вау! Опять! Вау! Трейлер! Нет, спасибо. Это же куб, который ездит. Зачем ему накручивать вот это вот дышь, 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 дышь. Бум-бум-бум-бум-бум. Трах-трах-трах-трах. О! Defend your friend. Защити своего друга. Пазл, как вы поняли, да? Пазл, адвенчур, экшен. И опять лучи. Почему бы и не назваться опять Защити своего светлого друга. Потому что, помните, у нас было движение света. Опять какая-то херня, которая движется через какие-то пространства, излучает свет. И мы продвигаемся. Кстати, интересный ракурс игры и... опять звук от этого одиночества, знаете, типа, ты одинокий, бой. Ты одинокий, гэрл. Хочешь полазить со своим другом по пещеркам? Да не тут-то было, видите? Не, прикольно, о чем. Конечно же, я бы ни хера еще раз повторяю, не купил бы эту игру, но... Я понимаю. Я понимаю. Блядь, вот это вот с трем в конце. Пиздец! Теперь Питер Памкин! А помните, у нас был астронавт в самом начале? Просто убейся. Ху! На этом все, друзья. Вот и воскресший. Могу я назвать его снова? Эпизод, очередной эпизод спустя два года. Greenlight Review подошел к концу. Если вам понравилось что-то в этом есть, то я был бы не против посидеть пару часиков, поизучать говно игры, потом поделиться с вами. Большинство ссылок вы ни хера не найдете, но вы сможете найти их по названиям под этим видео и можете поискать на Greenlight Review и проголосовать, поддержать понравившиеся вам игры, если правда у вас на что-то встал настолько сильно, чтобы вы готовы были пойти и кликнуть палец вверх. Пока! Что я делаю со своей жизнью? Субтитры создавал DimaTorzok